Весь белый свет с содроганием следит за событиями в многострадальной Палестине. Впрочем, кто видел Палестины малострадальные? Мир разделился по принципу за Израиль или за Палестину, за красных или за белых. За кого болеть, кому сочувствовать? Я решил разобраться в этом вопросе самостоятельно, без подсказок шаманов разного толка. И вот, что у меня получилось. Прежде всего, история Палестины – это не рассказ о нерушимости границ и триумфе доброй воли. Это совсем другая история. Давайте пропустим времена Homo erectus, неандертальцев и прочей древности, а начнем днем почти вчерашним – с филистимлян, заселивших Палестину где-то в XII веке до н.э. Примерно в XI веке до н.э. древнееврейские племена под предводительством Иисуса Новина выгнали филистимлян, и пару сотен лет тут цари Саул, Давид и Соломон правили Израильским царством, которое после смерти Соломона распалось на Северное Израильское и Иудейское царства. В 722 году до н.э. израильтян выгнали ассирийцы. Они заселили земли выходцами из Месопотамии и Сирии. Их потомков мы называем самаритянами, почему-то обязательно добрыми. В 586 году до н.э. пришла очередь Иудеи. Ее завоевывает Вавилонский царь на выходу на Сор I. И пошло-поехало. В 322 году до н.э. сюда приходит Александр Македонский. В I веке до н.э. правление переходит к Римской империи, с падением и разделом которой в 395 году Палестина переходит под власть Византии. Евреи в основном переселяются в Галилею и на Голландские высоты. Всего пара сотен лет и опять власть меняется. В Палестину вторгаются арабы. В 638 году патриарх Сафронии передает ключи халифу Амару. Палестину включили в состав арабского халифата. Когда и халифат приказал долго жить, что случилось в X веке, власть перешла к египетским династиям. Но уже в 1099 году Иерусалим штурмом берут крестоносцы, а их предводитель Готфрид Бульонский учреждает Иерусалимское королевство. Спустя 200 лет крестоносцев вытесняют опять египтяне, а следом мамлюки, которые удерживают власть вплоть до 1517 года, когда Палестину завоевывают турки-османы под начальством султана Селима. Ровно 400 лет продолжается их владычество. В 20 веке закончились военные захваты территории Палестины. Ее стали делить цивилизованное. Ну, почти. В 1922 году после окончания Первой мировой войны, после распада Османской империи, после лоббирования Ротшильдами сионистского движения, после трех волн переселения евреев на историческую родину, Лига наций выдает Великобритании мандат на управление Палестиной. И цель была провозглашена – создание государства для евреев. По сиюминутным политическим соображениям британцы отрезают от провинции Палестина аж три четверти. Назвали эту территорию Эмиратом Трансиордания. Позднее, в 1946 году, из этой территории вылупится государство Иордания. Подмандатная территория активно заселяется еврейскими мигрантами, что вызывает недовольство арабов, вылившихся в Сирию беспорядков, погромов и восстаний. Самое крупное тянулось три года – с 1936 по 1939 и было подавлено в основном английскими войсками. Надо признать, что до конца 40-х годов XX века за Палестиной всегда кто-нибудь так или иначе присматривал. Политическую точку в этом вопросе ставит ООН, которая 29 ноября 1947 года своей резолюцией делит Палестину, выделяя территории Израилю и арабскому государству. 14 мая 1948 года, за 8 часов до окончания британского мандата, будущий первый израильский премьер Бен-Гурион провозглашает создание государства Израиль. Через 11 минут новое государство было уже признано Соединенными Штатами. К этому моменту Израиль уже прирезал себе гораздо больше, чем предусматривал план раздела ООН. До 900 тысяч палестинцев бежало с захваченных территорий. Страны арабской коалиции, как и следовало ожидать, не согласились ни с планом раздела Палестины, ни с действиями Израиля. И уже 15 мая их войска начали серию военных операций против еврейских поселений. По окончании войны в 1949 году Иордания оставила за собой западный берег реки Иордан плюс Восточный Иерусалим. Египет получил сектор Газа, а Израиль, хотя и прирезал себе 1300 квадратных километров сверх плана ООН, получил головную боль на десятилетия. Кстати, в соглашении о перемирии 1949 года нет понятия «граница», а только «зеленая линия», то есть линия прекращения огня. Спустя 7 лет Израилю предоставляется шанс серьезно поживиться за счет соседей. Египет национализировал Суэцкий канал. Англия с Францией решили наказать непослушный Каир, причем запалом войны должен был послужить Израиль, которому был обещан практически весь Синай, что было зафиксировано в секретном соглашении. 29 октября 1956 года израильские войска внезапно напали на Египет. Тут же подключились англичане и французы. Но расклад сил в мире был теперь несколько иной, и стоило Хрущеву помахать атомной дубинкой, как США призвали англо-франко-израильских дебоширов к порядку. Войска вернулись в казармы. В регионе уже 15 ноября появились первые миротворческие силы ООН. У палестинских арабов со временем появилась Организация освобождения Палестины, призванная защищать их интересы. Относительная пауза, наполненная множеством провокаций, мелких стычек, территориальных претензий, продлилась 11 лет. 5 июня 1967 года началась Шестидневная война, в ходе которой израильские ВВС вначале внезапным сокрушительным налетом практически лишают египетскую, сирийскую и иорданскую армии авиации и в течение шести дней захватывают у Египта Синай и сектор Газа, у Сирии Голландские высоты, а также отбивают у Иордании Западный берег. Десятки тысяч жителей вынуждены были бежать с захваченных территорий. Большинство из них не вернулось на родину. Арабский мир ответил очередным изгнанием евреев из своих стран. В этой истории нет табу и красных линий. В 1972 году во время Мюнхенской Олимпиады террористы организации «Черный Сентябрь» захватывают в заложники, а потом убивают 11 израильских спортсменов и тренеров. 6 октября 1973 года Египет и Сирия предприняли попытку вернуть утраченные территории. Однако на третий день наступление было остановлено, и израильтяне вскоре вернули себе оставленные позиции. И снова, как 17 лет назад, военные действия были остановлены Вашингтоном и Москвой. В 1977 году случается политическое чудо. Президент Египта Анвар Садат приезжает в стан заклятого врага, в Израиль, и выступает в Кнессете с предложениями мира. Через два года после переговоров в Кэмп-Дэвиде его инициатива притворяется в мирный договор, подписанный в Вашингтоне. Израиль возвращает Синай Египту. Процесс гарантируют миротворцы ООН. Но трогательный мир дружбы установились только с Египтом. Организация освобождения Палестины, обосновавшаяся в то время в Ливане, оставалась для Израиля шилом в заднице. И в 1982 году Израиль начинает очередную военную кампанию, на этот раз против ООП. Заняв Бейрут, израильтяне изгоняют организацию освобождения Палестины, которая вынуждена перебраться в Тунис. В Южном Ливане создается зона безопасности, контролируемая совместно с Ливаном. После убийства только что избранного президента Ливана Жмаэля, израильтяне в нарушение договоренности входят в Западный Бейрут, а в лагеря палестинских беженцев Сабру и Шатиллу направляют отряды христиан-фалангистов, которые вместо зачистки устраивают там кровавую резню. Неудивительно, что именно в это время, в ходе первой интифады, создается радикальное движение Хамас, проповедующее насильственные методы борьбы за независимость палестинского государства. В 1988 году в Алжире Палестинский национальный совет провозглашает декларацию о независимости Палестины со столицей в Иерусалиме, столице Израиля в то время. При этом ООП не контролировало никакую территорию провозглашенного государства. В 1994 году Израиль замеряется с Иорданией и даже договаривается о границе, которая отныне проходит по реке Иордан. В этом году создается, наконец, какое-то подобие национального органа Палестинская национальная администрация с Ясером Арафатом во главе из столицы в городе Ромала. На радостях Нобелевский комитет соображает на троих. Премию мира в 1994 году получает троица главных действующих лиц этого грандиозного спектакля. Министр иностранных дел Израиля Шимон Перес, премьер Израиля Ицхак Рабин и глава Палестинской национальной администрации Ясер Арафат. Зрители аплодируют. И еще. Израиль начинает строить 700-километровую стену 8 метров высотой, отделяющую Израиль от западного берега реки Иордан. В 2005 году по плану, предложенным премьером Израиля Ариэлем Шароном, из сектора Газа выводятся все израильские поселения. В 2006 году Хамас, выиграв выборы, приходит к власти в секторе Газа. Летом 2007-го началась жесткая блокада сектора Газа. Хамас, господствующий в секторе Газа, регулярно беспокоит Израиль ракетными обстрелами. И вот в конце 2008-го Израиль наносит удар, который начинается массированными авианалетами и продолжается наземной сухопутной операцией. В результате интенсивность ракетных обстрелов снизилась, антисемитские настроения в мире повысили свой градус. Так и живет современная Палестина, сотканная из нерешенных проблем и противоречий. Некоторые из них уходят своими корнями в глубину веков, другие порождены интересами внешних могущественных сторон, третьи давно проросли в менталитет народов, четвертые, пятые и шестые вообще возникают неоткуда. Главное, что поток взаимных обид и ненависти не иссякает. Одни обстреливают ракетами других, получая в ответ военные операции с красивыми названиями «Весна молодости», «Гнев божий», «Литой свинец», «Облачный столб», «Нерушимая скала», «Рассвет» и так далее. Во всей этой истории я не увидел одной операции под названием «Несокрушимая воля к мирной жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова